Привет! На первом уроке мы с тобой поговорим о том, как подготовиться к рабочему процессу и создать те условия, в которых будет комфортно находиться как тебе, так и модели. Рассматривая изображение с человеком, мы на познательном уровне считываем эмоции с его лица. Фотография передает то состояние и настроение человека, в котором он находился во время съемки. Именно поэтому так высоко ценятся профессиональные модели. Они как актеры вживаются в роль и передают определенный набор эмоций в зависимости от того, что хочет показать художник. Соответственно, при работе с человеком, чьей профессией моделинг не является, задачей фотографа становится стать такие условия, в которых модель будет чувствовать себя спокойно и комфортно. По этой же причине процесс фотосъемки можно сравнить с сеансом психотерапевта или психолога. Расслабляясь и получая удовольствие от процесса, у человека появляется возможность отдохнуть, перезагрузиться, испытать какие-то новые эмоции и почувствовать себя в другой роли. Люди хорошо чувствуют и перенимают состояние друг друга, так как процесс фотосъемки по большей части контролирует фотограф, то базовое настроение исходит от него. Получается, наше состояние является одним из ключевых факторов, влияющих на получение качественного материала. Люди хорошо чувствуют и легко перенимают состояние друг друга. Так как процесс фотосъемки по большей части контролирует фотограф, нужно понимать, что базовое состояние исходит от него. Поэтому перед тем, как приступить к съемке, выбираем из головы все лишние мысли о повседневной рутине и настраиваемся на работу. То есть, если мы занимаемся съемкой, мы занимаемся съемкой Мы в процессе, и в данный момент наш фокус внимания направлен на происходящее здесь и сейчас Человек, с которым мы работаем, пришел к нам не только за красивыми фотографиями, а также за вниманием И наша работа состоит в том, помимо всего прочего, чтобы дать ему это внимание Плюс, освобождая свою голову от постоянно крутящихся мыслей, у тебя у самого возникнет возможность перезагрузиться и отдохнуть Иными словами, настраиваемся на работу Это достигается в спокойном и расслабленном состоянии Если у тебя возникают какие-то затруднения при коммуникации с малознакомыми людьми Просто вспомни, что сейчас вы находитесь на твоем игровом поле Даже если это только начало твоего пути, в любом случае твоя компетенция преобладает перед моделью Да ты хотя бы посмотрел урок по настройке фотоаппарата и знаешь, на какую кнопку нажимать В этом деле ты уже мастер Человек перед камерой может не обладать теми знаниями, которые уже есть у тебя Так что ты вполне спокойно можешь являться для него профессионалом Так что расслабься и погрузись в процесс Почувствовав твою уверенность, напарник по работе доверится тебе И его фокус внимания будет по большей части направлен уже на себя А не на вопросы о том, какие кадры получатся, что ему нужно делать и что здесь вообще будет происходить В состоянии расслабленного ума мы проще относимся к происходящему вокруг То есть становимся больше наблюдателями, неже участниками За счет этого появляется возможность сосредоточиться на выполнении какой-то конкретной задачи При подготовке к работе очень полезным будет назначить моделью предварительную встречу Познакомившись заранее, вы уже установите какой-то начальный контакт еще до начала съемки Узнайте об интересах человека, обговорите детали, посмотрите какие-то примеры работ В общем, придете к какому-то единому мнению касательно концепции съемки Также ты сможешь понять, для чего вообще человеку нужна фотосессия Например, просто для получения красивых кадров Или же покайфовать от того, что его такого красивого на профессиональную камеру снимает А может быть, это как раз тот самый момент перезагрузки и получения нового опыта Имея в виду эти детали, тебе будет самому проще настроиться на работу И понимать, в каком направлении держать курс Также в копилку подготовки стоит закинуть просмотр референсов Это поможет прийти к единому мнению касательно концепции съемки Скоординировать ваше видение и понять, какой результат вы в итоге хотите получить Поговорили про внутреннюю подготовку, теперь поговорим про внешнюю Одежда Фотограф – это постоянно передвигающийся, изменяющий форму и изворотливый объект Чем комфортнее будет твоя одежда, тем меньше ты будешь отвлекаться на неприятные ощущения в теле То есть твое поле для маневров будет шире и ты сможешь сфокусироваться на съемке Так что твой наряд должен предполагать мобильность и пластичность тела И не должен сковывать движения Стоит быть готовым к тому, что в какой-то момент тебе придется опуститься на одно колено Лечь на камень, свистнуть с дерева или улететь в космос Это норма Мы как спутники вращаемся вокруг объекта, который имеет бесчисленное количество сторон И нам нужно осмотреть его с максимального количества ракурсов Итак, сегодня мы с тобой поговорили о том, как настроить себя и окружающую обстановку для продуктивной работы А в качестве практического задания подумай, что ты можешь дать человеку за час съемки Помимо красивых фотографий Проанализируй свою отдачу в качестве слушателя и учителя А также найди пять вдохновляющих тебя фотографий Это могут быть как работы известных авторов, так и какие-то вдохновляющие изображения с фотостоков На этом я с тобой прощаюсь, увидимся на следующем уроке